Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК. В студии работает Дарья Пышмынцева. Сегодня вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обеспечить сельчан работой, качественно строить объекты и ремонтировать дороги. Об этом говорили на заседании областного Акимата. В каких отраслях Северный Казахстан преуспел? А какие сферы подверглись критике главы региона и требуют доработок? Расскажет Айгири Мукашева. Начали заседание областного Акимата с кадровых перестановок. Главой областного управления ветеринарии назначен Алтенбек Абдулаев. До этого он был заместителем руководителя управления сельского хозяйства. А председателем ревизионной комиссии нашей области стал Тлеген Каскин. До настоящего времени он возглавлял столичный департамент агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Занятость сельчан – первый вопрос на повестке дня. Главная задача – вовлечь безработных и самозанятых североказахстанцев, птицеводство, пчеловодство, животноводство и огородничество. Последним заняты почти 3000 семей. В среднем на каждую приходится по 40 соток. Областной план выполнили, несмотря на то, что есть районы, которые не достигли нужного показателя. В их числе Жамбылский, Исильский, Шалакына и Мамлюцкий. А вот с животноводством картина печальная. План выполнили меньше, чем наполовину. Это единственный показатель из четырех, по которым у нас неисполнение идет. Низкий охват вовлечении животноводства отмечается в Ажану Жумабаеву 19,2%, в Мусрепову 25,2%, в Алиханске 28,4%, в Шалакына 41,9%. Перевыполнили план по птицеводству и пчеловодству. В этом году закупили 767 ульев. Активнее всего развивают сладкую отрасль аиртаусы и таиншинцы. А еще в нашей области впервые прошли курсы обучения основам пчеловодства. Участвовали 22 человека. В этом году планируют собрать тысячи тонн полезного продукта. Это втрое больше, чем в предыдущем. Однако есть и недоработки. Единственная проблема – создание цеха фасовочного. Чтобы начинать пчеловодство, как мед, фасовать его надо и выходить на экспорт. Поручаю заместителям Айдарбек Степиловичу вам, Давлен Жадарбековичу вам, отработать вопросы по помощи ассоциации пчеловодов по пакетированию и отработке на экспорт. И Китай, и Арабские Эмираты готовы. Даже посчитали логистику. С логистикой все выгодно. Еще одна проблема – химикаты, которыми обрабатывают рапс. Они держатся почти месяц и губительны для пчел. Аким области объясняет, сегодня в рамках диверсификации земель масличные в приоритете. Потому надо искать компромисс. Медоносы в нашем регионе располагаются на 30 тысячах гектаров. Один говорит одно, другой говорит другое. А в итоге никто не занимается. Каждый по своему направлению должен что-то сделать же. Сельское хозяйство проконтролировать. Асхаржа Ломанович, вы должны были координировать всю эту работу. Значит, приглашательность, ассоциацию пчеловодов. Акимы районы должны знать, какие объемы кто должен посеять. Убедить сельхозтоваропроизводителей в том, что это нужно делать. В сельском хозяйстве в этом году задействовали больше 10 тысяч человек. Это 94% от плана. Абсолютного показателя не достигли из-за недоработок пяти районов. Шалакынов, Алихановского, Макжан-Жумабаева, Акжарского и Жамбылского. Некоторые объясняют это тем, что не успели отправить обновленные данные, в которых показатель стал выше. Поручаю Акиму, аппарату Акима области, Канат Маратович, каждый отчет с выездом на место, с прохождением всех этих дворов отправьте, чтобы это не было какой-то профанацией. Ногами пройти, поговорить с людьми и со всеми. Дубреждаю об ответственности, уважаемые Акимы районов. Также Аким области еще раз отметил важность развития овощеводства. По его словам, с одного гектара можно получить доход в 5,5 миллионов тенге, в то время как пшеница дает всего 80 тысяч. Но здесь важно учесть не только затраты и урожайность, но и последующее хранение. К осени в Петропавловске построят овощехранилище вместимостью 2000 тонн. Остальные овощехранилища проверили. Две трети овощехранилища, это вообще с советского периода, уже морально, физически все устарели. Вентиляция не работает, старая система заготовки и хранения. Продукт не хранится должным образом. Следующий вопрос на повестке дня – строительство объектов. В этом году на эту отрасль выделили почти 19 миллиардов тенге. Объем строительных работ и услуг за первое полугодие составляет 25,5 миллиардов тенге, или 167% к аналогичному уровню 2017 года. Это первое место по республике. План ввода жилья на 2018 год составляет 230 тысяч квадратных метров, или 115% к 2017 году. По состоянию на 1 июля, вот жилья состоял 59,7 тысяч квадратных метров. Но некоторые застройщики срывают сроки. Один из них – ТОО «Голденхаус» – возводит 75-ти квартир на жилой дом в микрорайоне «Береке-2». Объект должны ввести в эксплуатацию до конца лета, но выполнена только пятая часть работ. Акимобласти отметил – недобросовестных застройщиков нужно внести в черный список и применить санкции. Надо очень действовать, значит, очень активно. Знаете, выиграл тендер, значит, начинает строить, потом срывает. И все, значит, полностью по полной программе раскручивать надо. Штрафные санкции, чтобы не повадно было. Отстает от графика ИТО «СК Пилон». Строят такой же дом и в том же районе. Выполнили чуть больше половины работ. Постараемся сроки все в зимний период. И то, что касается заливки панелей, по вот этим шмам, которые идут, заливка между двух панелей. Сейчас по этому сроки стараемся на менять. Срывают строки ТОО «Окценки ИЗ» и «Казградстрой НС». Глава региона отмечает – работы по возведению новых объектов оставляют желать лучшего. Нет должного контроля, хромает планирование. Я вчера специально проехал по нашим всем объектам. Никого нет. Мы 8 месяцев сидим ждем. Когда же наступит этот летний период, когда можно будет что-то делать? Никого нет. В 6 часов вечера все строительные площадки никого, ни одной души. Есть проблемы и с реализацией первой инициативы президента. В программе 7-20-25 североказахстанские застройщики выступают неактивно. В списке только две компании – «Основание» и «Казградстрой НС». Акимобласти отмечает – дома по этой программе важно сделать привлекательными для североказахстанцев. Благоустройство должно быть, подъездные пути, стояночки, озеленение, детские, спортивные площадки и так далее. Вот чем завлекательнее. Вот чем мы можем выигрывать, чтобы средства не ушли опять в Астану или в Алматы. Город в едином архитектурном стиле. Уникальный проект, по которому каждый дом и улица будут иметь свое лицо. Отказаться от шаблонов и пересмотреть подход советует глава региона. Сносить старое ветхое жилье и возводить на их местах крупнопанельные дома. С начала года в областном центре избавились больше, чем от 600 старых построек. Почему не стоит сказать, что живет. Нет земельных участков. Покупать они не хотят, так как ценообразование на каждый квадратный метр досягает до 20 тысяч евре только на сносе. Привлекательный внешний вид придают не только домам, но и дороге. В области их протяженность около 9 тысяч километров. Ремонт идет на нескольких трассах. Но качественно ли? К примеру, участки, которые делали ТУО Кустанай-Жолдары в Таиншинском районе и СУ-808 в Айртауском, долго не прослужили. Сейчас на дорогах ямы и трещины, и таких нарушений немало. Петропавловск, Кокшетау. Видите, в скольких местах уже начинаем мы там ремонтировать дороги эти. Сколько там средств бухали. Штрафные санкции, значит, накручивайте. В этом году на реконструкцию железных дорог республиканского значения потратят больше 18 миллиардов тенге. 11 из них в рамках программы «Нурвыжол». Айгири Мукашев, Желдозбек Ермуканов, Новости МТРК. Казахстанцев обяжут декларировать свои доходы. С 2020 года всем физическим лицам нужно будет отчитываться о своем имуществе, накоплениях и счетах в зарубежных банках. Это поможет бороться с коррупцией, увеличить поступление в бюджет и вывести значительные средства из теневой экономики. Алина Боржанова расскажет подробнее. Новая машина, квартира или ювелирные изделия. С 2020 года казахстанцев обяжут отчитываться о своих доходах, будь то подарок или результат долгих лет труда и жесткой экономии. Раньше это делали только госслужащие и люди, приравненные к данной категории. Теперь сдавать ежегодную декларацию об активах и обязательствах должны будут все физические лица. Декларацию будут представлять совершеннолетние лица, уралманы, лица с видом на жительство, несовершеннолетние лица, если на них оформлена собственность Республики Казахстан. При этом декларацию будут представлять уже законные представители, а также иностранные граждане, если на них оформлена собственность Республики Казахстан и получающие доходы из источников Республики Казахстан, если не обложены налогом. При вхождении в систему декларирования достаточно будет просто перечислить все движимое и недвижимое имущество, накопление, счета в зарубежных банках по состоянию на 31 декабря 2019. А вот уже с 2021 года отчитываться придется за каждую покупку, при этом указывая источник доходов. Тем, кто решит проигнорировать новшества, грозит солидный штраф. По словам специалистов, это повысит финансовую грамотность населения и поможет бороться с коррупцией. Введение всеобщее декларирование – это вывести с теневой экономики доходы физических лиц, то есть то, что не декларируется, то есть не обложено налогом. Декларация будет представляться не позднее 15 июля 2020 года на бумажном носителе, не позднее 15 сентября 2020 года в электронном виде. Также по желанию во входной декларации можно будет указать культурные ценности, ювелирные изделия, антиквариат, предметы искусства, стоимость которых превышает 500 минимальных заработных плат. Сейчас это чуть больше 14 миллионов тенге. Кстати, это максимальная сумма, которую казахстанцы можно хранить дома. Остальное они обязаны положить на счет в банке. Информацию о депозитах и вкладах местные финансовые институты будут предоставлять в органы госдоходов сами. До 6 лет лишения свободы. Такое наказание грозит лжетеррористам. С начала года в нашей области было 7. Последний случай произошел совсем недавно. В областном центре эвакуировали больше 300 жителей многоэтажки. Сообщил о якобы заложенной бомбе 25-летний Петропавловец, который сам проживает в этом доме. Подробности в сюжете, подготовленном при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. Воскресное утро для жильцов дома по адресу Мира, 327А, началось с эвакуации. Больше 300 человек, в том числе 40 детей, экстренно покинули свои квартиры. На пульт 102 поступил звонок о заложенной бомбе. По адресу оперативно прибыли стражи порядка и сотрудники спецслужб. Взрывного устройства не обнаружили. Сотрудниками рулевого противодействия и экстремизма в гибердаре внутренних дел Северно-Карстанской области совместно с участковым полицейным. Был задержан и установлен житель этого же дома, у которого был изъят сотовый телефон с сим-карты. Также в ходе проведения медицинского свидетельства данный гражданин находился в легкой степени обвинения. Сейчас молодой человек находится под следствием. Ближайшие 6 лет он может провести за решеткой. Я позвонил, сказал, что через полчаса там был полный двор людей, всех эвакуировали. В течение часа искали где-то бомбу, я не знаю, что они там нашли, не нашли. Факт в том, что в итоге меня доставили. Вчера сюда в изолятор временного содержания. А 20 июля 47-летний житель села Бесколь сообщил о бомбе на железнодорожном вокзале Петропавловска. Его задержали в тот же день. Оперативники отмечают, сейчас они располагают всеми техническими возможностями для раскрытия таких преступлений. С начала года в области зарегистрировано 7 фактов лжетероризма. Все они раскрыты по горячим следам. Агири Мукашев при содействии Пресс-службы областного департамента внутренних дел. Адидас Рибак Биц. Чтобы спокойно продавать брендовые вещи, нужно сразу же составлять лицензионный договор с компанией-правообладателем. Такой совет дают в отделе по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции. А во что грозит тем, кто пренебрегает этой процедурой и незаконно использует товарные знаки, узнаете прямо сейчас. Наушники известной американской компании Beats Electronics среди меломанов очень популярны. Однако этому магазину они не только не принесли прибыль, но еще и влетели в копеечку. На устройство нет лицензии, а значит здесь не имеют права использовать торговую марку. Во время проверки защитников интеллектуальной собственности информация подтвердилась. А узнали они об этом днем раньше от самих правообладателей. Принять заявление о нарушении могут только от законных представителей, объясняют в департаменте юстиции. Но бизнесмену от этого не легче. Он и товар потеряет, и наказание понесет. Предпринимателю грозит в случае административной ответственности штраф 30 МРП. Если правонарушение будет установлено органами юстиции и направлен запрос для выявления суммы ущерба, если ущерб будет составлять более 1000 МРП, соответственно данный материал будет перенаправлен в департамент государственных доходов для привлечения лица к уголовной ответственности по статье 222 УК РК. Здесь до 2 миллионов далеко изъяли всего 11 пар бицов. Представители компании сами оценили их в 650 тысяч тенге. А значит предприниматель выплатит штраф. Наушники опечатают и скорее всего после решения суда их ждет уничтожение, говорят защитники авторских прав. Кроме этой проверки за полгода они провели еще 7. Все нарушители наказаны, госказну пополнили на полмиллиона. Количество изъятой продукции около 100 штук, на общую сумму около 270 тысяч. Мы работаем с очень многими представителями товарных знаков. К нам обращались уже непосредственно в этом году правообладатели таких знаков, как Адидас Рибок, Старлайн, Левис и другие. И свое доброе имя сохранить и чужие интересы не задеть. Представители юстиции призывают предпринимателей соблюдать закон, не забывать о лицензионных соглашениях с правообладающими компаниями. Александра Салмина, Желдузбек Ермуканов, новости МТРК. А сейчас небольшая реклама. Не переключайтесь. Приемы детского и взрослого кардиолога. При необходимости оформление листа временной нетрудоспособности. Центр семейной медицины «Панацея». Телефон 501-505. Центр развития речи Елены Петровой представляет новое направление коррекционной работы. Виртуальная волшебная комната. Проекция живых анимаций и сенсорного оборудования оказывает релаксирующий эффект. Превращает комнату в настоящий волшебный мир. Помогает уменьшить внутреннюю тревожность, снимает стресс. Способствует улучшению памяти, внимания и воображения. Стимулирует развитие сенсорной чувствительности, а также помогает справиться с детскими страхами. Адрес Горького, 172, бывшая гостиница «Восход». Телефон 460873. А мы продолжаем. Лучшие социальные проекты Казахстана 2018. Региональный этап конкурса прошел в Петропавловске. Всего представили 19 идей, направленных на решение актуальных проблем граждан разных категорий. С конкурсантами пообщалась моя коллега Ксения Куценко. Мы хотим вернуть веру и сострадание к престарелым людям и инвалидам, которые на сегодняшний день оторгнуты своими родными и близкими. Цель моей работы – привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста. Сходить за продуктами, помочь с уборкой дома и просто поговорить за чашкой чая. Проект «Мы рядом» школьники Мамлюдского района реализуют второй год. Ходят к одиноким пожилым людям в свободное от учебы время. Сегодня на конкурсе презентуют свою идею. Говорят, если выиграют, направят призовой фонд на расширение возможностей проекта. Создадут сайт, где пенсионеры смогут искать родственников или будут узнавать о культурных мероприятиях. А вот еще один претендент на главный приз. Ольга Ивановская работает с одинокими пожилыми людьми, у которых проблемы со здоровьем. Подход к каждому участнику проекта индивидуальный. Лечебная физкультура, беседы с психологом, массаж – все это дает хороший результат реабилитации. Получатели услуг, индивидуально по которым, например, у нас разработан проект, они поступили к нам в лежачем состоянии. После этого, когда стали с ними работать непосредственно инструкторы ЛФК, массажист, психолог, после этого они стали сначала сидеть в коляске, после этого ходить на ходунках, и теперь уже многие из них ходят своими ногами. Мы бы хотели, чтобы специально есть ибуси реабилитационные и столики надкроватные, чтобы нам оказали помощь нашим получателям услуг. А проект «Солнечный дом» – палочка-выручалочка для детей и взрослых с синдромом Дауна. Фонд существует три года. Здесь помогают особенным ребятам адаптироваться в обществе. Самые маленькие североказахстанцы посещают реабилитационный центр, а те, кто постарше, ищут для себя хобби. Мечтаем сделать занятия по интересам для ребят. Это швейную мастерскую. Дальше для девочек – это домохозяйство. То есть научить их готовить. Для взрослых ребят дать профессию. Потому что наших ребят после окончания коррекционной школы не берут ни в какие колледжи. С учетом даже, что у наших ребят есть сохранный интеллект в том плане, что они читают, пишут. И мы хотим сами обучить наших ребят, чтобы они в дальнейшем могли обеспечивать себя. На региональный этап конкурса «Лучшие социальные проекты Казахстана-2018» заявки представили 19 человек. Сегодня они презентуют свои идеи комиссии. Выбрать предстоит три самых лучших проекта. Мы будем учитывать актуальность. Мы посмотрим, какой объем именно оказания услуг, на какую категорию людей он направлен, какие действительно социальные, положительные проекты это произведет. 10 августа мы подведем итоги. Денежный приз и путевка в республиканский финал конкурса ждет победителя, который, по мнению жюри, представит лучший проект, позволяющий решать актуальные социальные проблемы. Ксения Куценко, Адиль Нуржанов. Новости МТРК. В единстве наша сила. Ежегодный молодежный лагерь собрал десятки петропавловских активистов. Какую программу подготовили для ребят, узнаете из нашего следующего сюжета. Совместить приятное с полезным. Такую цель преследуют организаторы молодежного лагеря в единстве «Наша сила». В течение трех дней участники будут знакомиться и обмениваться опытом. И все это на свежем воздухе. В этом году принимают участие порядка 70 делегатов. В программе предусмотрены квест, тимбилдинг, тематические тренинги на повышение гражданской активности. Сегодня ребят разбили на четыре отряда. Каждый должен подготовить презентацию. Учитываться будет яркость и креативность. Также участники выберут президента и сформируют кабинет министерств. Для нашей работы это мероприятие полезно, потому что мы работаем со школьниками, с подростками. И владеть информацией, и быть грамотным с точки зрения межнации очень нужно. Организаторы хотят, чтобы проведение молодежного лагеря стало ежегодным. Прошлым летом североказахстанские активисты собирались в Айртаусском районе. Дарья Пышмынцева, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. Красное светило. В эту пятницу жители большей части Евразии и Африки смогут увидеть на звездном небе полное лунное затмение. Естественный спутник Земли примет необычный для себя кровавый окрас. Подробнее расскажет мой коллега Илья Кудряков. Такое удивительное астрономическое явление, как полное лунное затмение, североказахстанцы видели в декабре прошлого года. До этого у спутника Земли был семилетний перерыв. В эту пятницу, 27 числа, мы снова сможем стать свидетелями кровавого красного лунного затмения. Оно будет самым долгим за 100 лет, продлится 1 час и 43 минуты. Для Земли и жителей планеты это ничем не грозит. Полное затмение – это уже определенная редкость. Их частота примерно раз в два года. А теперь представим себе, что мы живем безвыездно в одном месте, на поверхности Земли. Но в данном месте это раз в несколько лет. Очень легко понять, насколько часто это бывает, если вспомнить, что последнее наблюдавшееся у нас было в 2011 году в декабре. Ну а теперь вот, соответственно, полное затмение вновь нас посетили. В этот раз лунное затмение будет необычным. Еще одно небесное светило, которое можно будет увидеть на ночном небе невооруженным глазом под Луной – это Марс. Он пройдет на рекордно близком расстоянии от Земли – 57,5 миллионов километров. По словам астрономов, такое явление происходит раз в тысячу лет. Его увидят в большей части Евразии и Африки. А вот другие континенты зрелищем насладиться не смогут. Все желающие увидеть это удивительное и редкое астрономическое явление могут прийти 27 числа после полуночи в сквер Макжана-Жумабаева напротив пятого корпуса университета. Здесь установят большой телескоп. Илья Кудряков, Желдосбекер Муканов, новости МТРК. На этом все. Смотрите МТРК, будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»